Вопросы проведения единого госэкзамена сегодня за круглым столом обсудили в школе, которая находится на территории исправительной колонии номер 8. Сейчас там обучается 80 человек, в их расписании 12 предметов. Учителя хвалят прилежность своих великовозрастных учеников. Но готовы ли они пройти проверку на прочность своих знаний по правилам ЕГЭ? Это главный вопрос, который волнует всех участников строгого образовательного процесса. Светлана Кейли знает, к какому мнению они в итоге пришли. В школе строгого режима образовательный процесс идет согласно учебному расписанию. 12 класс, он же выпускной, изучает компьютерную грамматику. Сегодня у молодых людей практический урок по программе Excel. Осужденный Песков и его одноклассники самостоятельно составляют графическую таблицу и вносят в нее данные. Тяги к знаниям, признался Александр, в годы школьной юности у него не было. Желание познавать что-то новое для себя у молодого мужчины появилось только здесь, в неволе. Ну, знания надо иметь, поэтому осужденные как бы стремятся учиться. Профессии тут хорошо дают. Учусь, вот я учусь еще на повара, на профессии здесь как бы нормально. Без дела не сидишь? Да, работаю. Как успехи твои школьные? Какими оценками? Хорошо, на четверке, тройке бывают. А вот ученик Дмитрий Голбай в числе хорошистов. На уроках он и отвлекается, и с интересом изучает весь школьный материал, в особенности алгебру. Если бы в той жизни, которая осталась за забором с колючей проволокой, у него было такое же рвение к учебе, считает молодой языка. Он вряд ли на седьмом году обучения бросил в школу и ступил на кривую дорогу, которая привела его прямиком в колонию строгого режима. Сегодня Дмитрий, собственно, как и большинство его школьных товарищей на занятиях совмещают полезное с приятным. Причем к последнему относится обычное человеческое общение с педагогами. Практически на сто процентов, наверное. Потому что все равно беседуешь с людьми за забором, так сказать. Хоть как-то что-то. Лучше телевизор, конечно. Ты на воле закончил семь классов. Тяжело было университет вот эти вот пепелы? Ну да. Потому что промежуток большой. Как-то забываюсь. Ну, напоминают, я не знаю. Общаются. В то время, пока в образовательные учреждения города полным ходом внедряются временные технологии и инновации, учащимся школы за колючкой с этими инновациями приходится знакомиться лишь из рассказов учителей. Для многих сидельцев школьная доска, на которую можно писать жестами одной лишь руки, что-то из области фантастики. И та же интерактивная доска, и те же ноутбуки, если были бы. Потому что это интересно не только учителю работать с новой техникой, по новым технологиям, но и самим осужденным тоже было бы интересно. Потому что в тот же компьютерный класс оборудовать хотя бы один так, как это возможно, это было бы очень хорошо. Но, наверное, материальные возможности не так велики. И поэтому вот тот минимум, который пока возможно, вот создан. А ведь раньше не было даже этого. Внедрение современных технологий в образовательный процесс – это не прихоть учителей, а новые школьные стандарты. Правда, за забор режимного учреждения они попадут не скоро. К такому мнению пришли участники круглого стола педагоги и руководства восьмой колонии. Взвесив все за и против, собравшиеся решили оградить сужденных и от сдачи единого госэкзамена. По их мнению, для взрослых учеников ЕГЭ – это своеобразная образовательная пропасть, угодив в которую выбраться со школьным аттестатом в руках, удастся далеко не каждому. Светлана Келькер, Кирилл Сементьеев, программа «Время мясное». Калакия Доброселла ... Продолжение следует...